Сегодня антимонопольные риски занимают одну из первых строчек рейтинга юридических рисков бизнеса. Чем крупнее компания, чем уникальнее продаваемые ей товары, работы и услуги, тем эти риски выше. Однако не стоит забывать, что антимонопольное законодательство распространяется вовсе не только на компании, которые занимают доминирующее положение или имеют существенную долю на рынке, но также может затронуть и небольшие компании. Поэтому малому бизнесу расслабляться не стоит, иммунитетов для них пока законодательство не предусмотрено. Когда мы говорим об антимонопольных рисках малого и среднего бизнеса, то в первую очередь речь идет о регулировании сделок и контроле за ценообразованием. Так, если ваши договоры содержат условия об эксклюзивности, условия об ограничении территории, об установлении цены перепродажи товара, о запрете сотрудничать с какими-либо другими контрагентами, то их обязательно нужно проверять на соответствие антимонопольному законодательству. Кроме того, многие компании не задумываются, что установление различных цен на один и тот же товар, работу или услугу также при определенных обстоятельствах может повлечь административную ответственность. При этом наличие маркетинговой политики саму по себе эти риски не минимизирует, если эта маркетинговая политика недостаточно проработана. С особой тщательностью следует прорабатывать также и условия дисконтных и бонусных программ. Так, в одном из дел основанием для привлечения к ответственности стала отмена сетью супермаркетов своих дисконтных карт. Штрафы за нарушение антимонопольного законодательства достаточно существенные. Они могут составлять до 15% суммы годовой выручки компаний, что может нанести достаточно существенный урон для финансового состояния компании. Поэтому, чтобы избежать таких негативных последствий, если вы точно не уверены, насколько ваши действия и условия ваших соглашений соответствуют антимонопольному законодательству, лучше проконсультироваться с юристами. Субтитры создавал DimaTorzok